Приветствую вас на моем канале. Сегодня выпуск посвящен моей подборке из Массима Дути. Вы просили, я вас спросила, вы ответили, что нужна такая подборочка к Черной Пятнице. Готовим свои виш-листы или корзины, чтобы потом онлайн с легкостью это приобрести. Если нужно будет, я не стала добавлять в видео примерок всех вещей, которые будут в подборке, поэтому вы их можете найти в легком доступе в моем инстаграме или в шотцах. Так, инстаграм будет в ссылке в описании под видео, поэтому переходите для удобства. Надеюсь, подборочка понравится. Это не только мои фавориты, но и ваши фавориты, которые вы отметили в комментариях. Вот эту сумку, там уже многие подписчики купили ее, она мне тоже очень нравится, думаю ее прикупить тоже. Вот этот пуловер с контрастным воротничком тоже очень мне понравился. И многие отметили его, то что проголосовали, что он очень хорош, поэтому тоже его рекомендую. Вот этот пуловер, я видела его, кстати, на многих блогерах, очень красивый оттенок такой, бордовый, да, можно сказать, тренд будущего сезона, поэтому тоже рекомендую его, если вы тоже к нему приглядывались. Такой жакет в стиле Шанель, тоже очень беспроигрышный вариант. Красный кардиган, это прямо моя любовь и ваша тоже, многим очень он понравился. Дальше у нас идет бомбер бархатный из недавних примерок, но сейчас, так как уже корпоративы скоро начнутся, я думаю, очень такая носибельная вещь будет на всякие мероприятия. Зеленое платье, тоже из недавних примерок, многим тоже понравилось на мне, как оно сидит, такое, чтобы, знаете, цвет, цветом гардероб разбавить, можно добавить такое платье. Платье как под тренч, без рукавов, тоже такое интересное, как второй слой его можно носить, тоже многие отметили, что оно удачное. В общем, кожаная юбка, очень понравилась мне примерки, шорты, это кожаная юбка, шорты. Тоже очень многим понравилась и столько лайков я получила по этому образу. Дальше у нас сатиновая юбка, но это уже база стала, как слипдресс, так и вот такая сатиновая миди-юбка. Это тоже, если какие-то вечерние выходы, уютные, со свитером, тут стильные какие-то луки собирать. Без такой юбки не обойтись. Дальше у нас такой вот бомбер из ткани. Очень он мне понравился тоже, это по наводке подписчица. Она просила в черном цвете примерить, мне тоже очень понравился. Далее у нас рубашка. Рубашка, она никогда не может быть лишней, постоянно обновляем ее, поэтому, думаю, хороший вариант. Челси. Челси тоже уже является базовым обувным гардеробом. И вот эти именно Челси у нас распроданы все были на сайте, поэтому, если у кого-то они есть еще на сайте, то бегите, покупайте. Лоферы там были под прадом, тоже хорошие. Здесь у нас балетки, прекрасно, мне тоже очень понравилась эта модель. Это я все то, что показывала, обувь, которую я примеряла. Вот эти сапоги разошлись вообще быстро, раскупились, не знаю, за один день. На сайте ничего не осталось. А в магазине остались только большие размеры. Так что, если вы еще не купили такие же кейские сапожки, обязательно купите. Вот эти вот сапожки на небольшом каблуке, но с широким голенищем тоже очень рекомендую. Классные. А брюки, вот эти брюки я не мерила, потому что не нашла их в магазине, но я думаю, они очень удачные. Уже вижу, что они хорошо сядут, поэтому, если кто искал такие кропнутые брюки, обязательно. Вот эти белые брючки очень хорошо сели, на мое удивление. Они, видите, в четырех цветах есть. Я вот прям, знаете, загорелась мне редко, когда прям хорошо садятся брюки. Они, видите, не широкие. Думала и в черном, и в белом цвете взять. Потом бархатные брючки. Бархатный брюк у меня вот, например, тоже нет. Присматриваюсь к ним. Они еще на высокий рост. Ну, там, не укорачивать надо. А так для девочек повыше ростом удачные. Тоже интересно луки составлять. Давайте пробежимся по курткам. Куртка длинная. Вот эта вот одна мне понравилась. Она мне, конечно, подлиннее, чем на модели сидит. Очень теплая, легкая, комфортная. Классная куртка. Одел и как, не знаю, и защищен от ветра, от холода называется. Эта короткая куртка мне понравилась с примерки. Такая какая-то стильная, знаете. Если вы на машине передвигаетесь, то тоже очень даже симпатично можно выглядеть. Дальше у нас зеленая куртка. Тоже очень она мне понравилась. Вот я буду выбирать, конечно. Но зеленая куртка мой фаворит. На модели она мне не очень понравилась. Вот на мне она мне прям подошла хорошо. По цвету классная. Тоже советую вам. Переходим к пальто. Пальто такое, без подкладки. Мне понравился крой его. Необычная расцветка у него. Она такая серая, в темную клетку. Классная. Многим вам тоже понравилось. Черное пальто тоже без подкладки. Когда висела на рейле, не очень смотрелось. Но когда я его надела, оно такое шикарное. Прям вид у него. Вид в нем такой шикарный какой-то. Расслабленный. Прям актуальный. Крой в этого пальто. А вот переходим к топам. Топ этот потрясающий. Я его не примеряла. Но он мне так понравился на сайте. Кажется, я на каких-то блогерах видела. Потрясающий. Вам советую взять. Я вот, наверное, его возьму. Даже без примерки, возможно. И этот топ. Я его примеряла. Правда, уже в маленьком размере его нет. В общем, корзина. Прям у меня. Я думала, обойдусь 10 вещами какими-нибудь. Но нет. Так. Тут у нас тренч кожаный. Его я именно примеряла. И он мне очень понравился. Так что, если вам тоже понравился, инвестируйте в такие вот кожаные вещи. Если со скидкой удастся купить. Сумочка в стиле The Row. Такая минималистичная. Маленькая. Она мне тоже понравилась. Прям смотрю на блогера. У нее столько образов. С такой вот сумочкой маленькой. У меня она тоже приглянулась. Подумай насчет нее. Ну, в общем, сумок мне много понравилось. И напоследок сережки. Сережки под болинсягу. Потрясающие тоже. Надеюсь, моя подборка была для вас информативной и полезной. Что-то вы для себя вспомнили, выбрали, отметили. Надеюсь, покупочки будут в черную пятницу обдуманными, удачными. Потом вместе с вами поделимся в комментариях, что кто купил. Я обязательно тоже вам расскажу, что я приобрела для себя. Подписывайтесь на мой инстаграм. В инстаграме вы найдете все примерки, которые вас заинтересуют по вот этим позициям вещей. Ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч. Пока-пока.